Сегодня в половине второго часа ночи под покровом густой уральской тьмы в поселке Свободном, являющемся неотъемлемой частью Чкаловского района Екатеринбурга, на улице 1-я Боритовая приключился очень сильно неравный, а потому смертельный бой. Но хуже то, что у виновницы замеса на кармане была обнаружена предсмертная записка, как сообщает УРА.РУ со ссылкой на свой источник. А если это ДТП действительно было инициировано рулевой четырки специально, то это же просто чудовищно, потому что кроме нее в салоне подорожника на месте смертника сидел ее двухлетний сынулька-роднулька, и мамаша подвергала его смертельной опасности. Впрочем, по счастью, невинный малышоныш выжил, а вот мать его нет. Декорация такая. Во втором часу ночи из поселка Шабры в сторону Полевского тракта выехала четырка, пилотируемая 33-летней рулевой Екатериной. Рядом с собой в детское кресло она посадила двухлетнего сына. Даже если бы не устрашающая информация о предсмертной записке, то, согласитесь, это очень странно, брать с собой двухлетнего малыша в ночную поездку. Впрочем, в интерсети нашлась некая Юлия, видимо, хорошо знавшая Екатерину, и она за нее заступилась. Дескать, у родительницы-водительницы была очень веская причина поехать среди ночи. Но поскольку Екатерина находилась в декрете по уходу за малышонышем, и в доме кроме нее и его никого больше не было, а муж живет отдельно, постольку оставить мелкого ребенка одного дома она не могла и взяла его с собой в ночное путешествие. В половине второго часа ночи на темной улице 1-я Боритовая, что в поселке Свободном, четырка, пилотируемая Екатериной, на сухой, ровной трассе, в некрутом изгибе, неожиданно выскочила на чужую и на смертельно высокой суммарной скорости влетела в первый встречный самосвал Ситрак, весший на загривке, полный кузов щебня. Пилот грузовика тормознуть не успел. Он только смог инстинктивно резко выкрутить руль вправо и хоть чуть-чуть уйти с линии огня. Четырка вонзилась в морду Ситрака, в основном своей левой, читай водительской стороной, что, возможно, спасло жизнь двухлетнему мальцу на правом переднем сидении, именуемом местом смертника. На тонаре это вы, да? Да, это да, я. Как она вышла-то навстречу? Далеко увидел ее, нет? Буквально в пару метров. Ты в сторону Шабров ехал-то, да? Да. Как пытался уйти от нее? Я даже за тормозить пытался уйти в сторону, она с полезной. Сам как, что, в скорую ты не идешь? Я не могу. Виновница замеса Екатерина при сильнейшем ударе, разворотившем четырки морду, получила политравму, то есть поломалась в нескольких местах и на карете уехала в травматологию, где в 4 часа утра, несмотря на усилия медиков, умерла. Про Екатерину ГАИ сообщает, что стажу водительского в ней было 6 лет, она два раза привлекалась к административке за нарушение ПДД. А еще известно, что она работала в Екатеринбурге водителем троллейбуса, в основном 36 номера. Ну, в смысле, работала до тех пор, пока не родила сынульку-роднульку и не ушла в декрет. И, конечно, все это породило вопросы. Профессиональный опытный водитель троллейбуса, ровная сухая дорога, рядом маленький ребенок. При таких раскладах Екатерина не должна была выскочить под самосвал с щебенями, но она это сделала. И, судя по обнаруженной у нее предсмертной записке, в которой она, как сообщает Е1, даже указала пин-коды от своих банковских карт, вылетела она на чужую, может быть, и не случайно. Хотя, тут, конечно же, нужно разбираться, что за записка, чьим она почерком написана и когда. Ну, не могла же, вменяя моя мать, пойти на суицид и взять с собой малыша. Может быть, конечно, у нее и было устремление отправиться в преисподнюю, в тьму кромешную и скрежет зубовный, ну, допустим, не в эту ночь, а попозже. А под самосвал она, допустим, залетела случайно. Ну, просто так совпало, наложилась. А если нет, то что тогда можно сказать вышеупомянутой подруге Екатерины Юлии, которая за четырошницу заступилась, дескать, СМИ, прежде чем осквернять человека, узнайте реальную суть. Да, автор этих строк уже несколько минут пытается вытащить Екатерину из ада и тотального человеческого осуждения. Но в чем тут реальная суть? Мать с предсмертной запиской на кармане взяла с собой в ночь двухлетнего малыша. И что? Или было как-то не так? Не будем Екатерину осуждать, тем более Великий пост, самим бы суметь качественно покаяться. Но если она отчаялась на самый страшный грех с ребенком на борту и не скрывала этого, то есть взяла с собой записку, понимая, что ее найдут, ну, в общем, Господь ей судья. Если же вернуться на грешную землю из адского подземелья, то, как видно, четырка после удара закрутилась вокруг вертикальной, но осталась на трассе. А вот уворачивавшийся от ее атаки Ситрак завалился на правый бок, рассыпав щебень по дороге. Развернулся поперек дороги и мордой закопался в придорожную почву. Трезвый 33-летний пилот грузовика с 16-летним опытом руления в этом неравном бою, судя по легкому прихрамыванию, повредил правую ногу, но от госпитализации мужественно отказался. Двухлетний пассажир четырки по внешним признакам пострадал некритично, в отличие от матери, но врачи его не стали спрашивать и увезли в девятую детскую многопрофильную больницу, что в Екатеринбурге. Утром к нему приехала его папка, и вот что он сказал Е1. Цитирую. «Я узнал об аварии утром, съездил на место ДТП и сразу побежал к ребенку, а сейчас нахожусь рядом с сыном в больнице. У ребенка травма головы, никто ничего не говорит. Я не понимаю, что она делала там, кому ездила и откуда ехала ночью. Вообще ничего не понимаю. На ровной дороге как такая авария могла произойти?» Конец цитаты.